Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Очень рад. Все? Да? Все как обычно? Нет. Когда остается 5, когда остается 3, 2, 1, 30 секунд. Время. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Сергей. Я обжарщик из Москвы. Рад приветствовать вас и рад представить вам свой интересный и очень необычный кофе. Это Мария. В брошюрках перед вами вы найдете всю информацию, которую я дам о своем зерне. Периодически я буду просить вас переворачивать странички. Ложечки в рюмках для эспрессо. После использования, пожалуйста, уберите их обратно. Итак, тенденции развития кофейного мира ведут к тому, что все больше и больше экспериментов проводится с генетикой и ферментацией кофейных ягод. Некоторые из этих экспериментов дают впечатляющий результат и в дальнейшем, при условии возможности повторения всех процедур. Такой кофе встает на постоянное производство. И именно это произошло с моим кофе. Еще в том году Мария была результатом смелого эксперимента. И уже в следующем, я уверен, она встанет на поток. Дорогие друзья, свои приготовления я начал с подготовки ингредиентов для авторского напитка, в том числе и кофе. Но об авторском я расскажу чуть позднее. Сначала я расскажу вам про свое зерно. Мария выросла в Бразилии, в экспериментальном саду компании Дотерра, которая находится в штате Минос-Жирайс, неподалеку от города Петросиньо. Мария относится к сорту Лаурина. Это естественная мутация арабики сорта Бургон, найденная на острове Риньио. И впервые описано, как карликовое кофейное дерево, растущее в форме рождественской елочки. В следствии естественных генетических изменений, мой кофе практически полностью лишился кофеина. Шесть лет назад впервые кофейные деревья этого сорта были посажены в Бразилии. Ферма Дотерра находится достаточно далеко от экватора, поэтому высота произрастания кофейных деревьев здесь относительно небольшая – 1100-1200 метров. Сейчас Лаурина, несмотря на то, что имеет слабую устойчивость к кофейным заболеваниям и насекомым, дает вполне себе уверенный урожай, который по вкусу больше похож на кофе из Эфиопии с его цветочными и ягодными нотами. Что же касается обработки, то при ферментации моего кофе был применен опыт французских виноделов из провинции Бажеле. Кстати, дорогие друзья, рисунки сравнения Лаурина и Бургона вы можете найти, открыв книжки на второй страничке. Так вот, ферментация. Большой чан из нержавеющей стали практически полностью заполнили спелыми ягодами. Сверху его закрыли герметично крышкой, с врезанной неоводяным клапаном. Ягоды под собственным весом начинают давить друг друга. И в этих лопнувших ягодках за счет собственных ферментов запускается процесс ферментации. В результате жизнедеятельности бактерий образуется большое количество углекислого газа. Углекислый газ тяжелее воздуха. Поэтому он вытесняет его и содержащийся в нем кислород через водяной клапан. В результате ферментация проходит в иноэробной среде. С течением временем все больше и больше ягод лопается. И поэтому такой процесс назвали полукарбонатная мацерация. Такая ферментация дала моему кофе винный характер и ноты тропических фруктов во вкусе. После 48 часов ферментации мой кофе в течение суток сушили на патио. Затем еще двое суток досушивали в гвардиолах. Гвардиолы это такая установка, в которой кофе постоянно перемешивается. И греется, а не греется сушиться сухим воздухом, нагретым до температуры в 60 градусов. Сами же зерна не нагреваются температурой выше 40 градусов. В результате всего вышесказанного в букете моего эспрессо вы почувствуете в первом глотке вишню и лимонник. Во втором глотке манго и лимонный ликер. Тело моего кофе чуть ниже среднего, очень легкое. Кофе сочный и гладкий. Баланс куса смещен в сторону. Кислотности и сладости. После вкусия бесконечно долго. Описание эспрессо вы найдете перевернув в еще одну страничку. Это для вас. Для вас. Пожалуйста, ваш эспрессо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. я три дня назад на 200-граммовом газовом Гиссоне, а в ростере марки Гиссон. За графиком я следил с помощью программы Кропстер, мощностью нагрева и интенсивностью воздушного потока. Я вел график таким образом, что скорость набора температуры после достижения своего максимального значения плавно, без скачков перепадов, опускалась вниз. Общее время обжарки составило 10 минут 30 секунд. Время развития 22% от общего времени обжарки с ростом температуры на 12,5 градусов. Осталось 5 минут. Этот кофе средняя обжарка для моего кофе, и поэтому все эспрессо, которые я готовлю для вас, я готовлю с бриратью 1,9-м. То есть, из 18,5 грамм кофе, я получаю 34 грамма эспрессо. 18 грамм в каждой чашке. Для своего молочного напитка я выбрал молоко, смесь молока от двух производителей. Один из них находится в Рязанской области. Это маленький молокозавод, который большое внимание уделяет корму коров и практикует так называемую добровольную дойку. Такое молоко сладкое, но в меру. Второй производитель находится в Московской области. И вместо привычной нам пастеризации, он использует процесс фильтрации, называемый ИСЛ. Молоко я нагреваю до температуры около 53 градусов. Общий объем напитка будет 150 миллилитров. В букете ореховое пролине, шоколад, сушеная клубника и ноты персика. Три минуты. Описание молочного напитка вы найдете, перевернув еще одну страничку. Продолжение следует... Добавил п Kohialシо Продолжение следует... Продолжение следует... Две минуты. Итак, друзья, своим авторским напитком я хочу показать вам разносторонность моего кофе, его способность к синергии с другими компонентами, не теряя при этом своего индивидуальности и характера. И именно на характере своего кофе я хочу сакцентировать ваше внимание. В самом начале выступления я измельчил в блендере 50 грамм винограда сорта Изабелла, 100 грамм граната и 50 грамм сиропа, приготовленного из сахара и воды, взятых в равных пропорциях. Полученную смесь я отжал через френч-пресс и процедил через сито. Одна минута. Виноград подчеркнет и выделит винность моего кофе. Гранат добавит терпкости. Мой напиток пить очень просто, через край. Откройте бутылочку, перелейте в бокал, насладитесь ароматом и вкусом. В букете вы почувствуете портвейн, выдержанный в дубовых бочках из-под рома. 30 секунд. Ежевику, шоколад и ореховые пролины. Перевернув страничку, вы увидите описание авторского. Дорогие друзья, я рад был приветствовать вас и рад был приготовить для вас замечательный кофе, незабываемый. Напиток, кстати, прохладный. Этот кофе совсем скоро станет доступен не только участникам соревнований, но и прочим людям. Спасибо, время. И больные аплодисменты Сергею Степанчук, лаборатория кофе. Не будем мешаться, судим? Да. А откуда виноград? Виноград? В Даниловского. Нет, я просто подумал, вдруг ты... Нет, нет, нет. Съездил в Краснодар, ну то есть вот это все. Я бы съездил в Краснодар, но чуть-чуть не хватило. В парк Галицкого погулять, да? Да, вот я ездил недавно в Барселону, в Барселону, там не видел винограда, не забыла. Там нету, мне кажется, это такая российская история. Да, ну да, мне кажется, это нано-российский такой самый, по-моему, он считается самым северным виноградом. Очень вкусный. Самый северный, мне кажется, киш-миш. Киш-миш? Турецкий, да, в Мурманске, в Архангельске один раз ел, прям отлично было. Скажи, пожалуйста, Мария, как я видел у тебя в соцсетях, Мария капризная. Капризная, капризная, да, она не очень хочет сюда приезжать вовремя, вот. Она хочет нервы мои потрепать и чем, собственно, и занимается. Но мне кажется, на месте... Она успела приехать как раз три дня назад, вот она приехала. Да, это свежая Мария, свежее рожей. Я просто не знал, что три дня назад, я думал, вот. Но мне кажется, на месте любого бразильца, да, изначального, коренного, только как бы вот в Россию как-то вот не очень... Ну, только если ты не в Зенит едешь играть, да, тут как бы без вариантов, мне кажется. Возможно. Расскажи немножко, ты, не дожидаясь, грубо говоря, да, мирового чемпионата, который будет в ноябре, если кто не знает, куда Сергей поедет, в Сеуле, да? Да, в Сеуле. Решил пойти на еще один круг? Я... да, я хотел как раз получить обратную связь от судей по поводу своего кофе. Все ли с ним окей? Как он себя ведет, посмотреть с ним. И это дополнительный стимул чуть раньше начать готовиться. А когда ты начал готовиться, ну вот, к этому, грубо говоря? К этому этапу, ну, где-то месяца-два назад, наверное. Всем новичкам, да, можно сразу, мне кажется, на заметку прям вот. Если хотите, чтобы было хорошо, качественно и красиво, то, мне кажется, концепция выступления у тебя, мне кажется, еще на России, да, была... Ну, и кофе был тот же, да, просто немножко с другой стороны сейчас и так далее. А давайте не будем, да. Ваши бурные аплодисменты нашей судейской бригаде, которым... Спасибо. Удалось попробовать... Спасибо. Марию, я ее пробовал на России, когда Сергей выступал, и это было очень вкусно, конечно. Ну что, наверное...